Здравствуйте! Здравствуйте, Маргарита Сергеевна! Ну, как продвигается ремонт? Нормально, хорошо. Вот, скоро заканчиваю. Отлично! Маргарита Сергеевна, а вы не подскажете, когда ваш муж со мной рассчитается? Ой, я не знаю, спросите у него. Да я спрашивал у него. Он все обещает и обещает. Каждый день обещает. Да вы не волнуйтесь, мы все оплатим. Муж проверит работу и заплатит. Ну, может быть, вы ему напомните про долг? А то он еще на прошлой неделе обещал половину заплатить. Хорошо, с ним поговорю. Маргарита Сергеевна, а может быть, вы сами деньги принесете, а? Мне очень деньги нужны, понимаете? Очень-очень. У меня мама болеет. Ей недавно сделали тяжелую операцию, нужны медикаменты. Вы что? Маргарита Сергеевна! Маргарита Сергеевна, что с вами? Маргарита Сергеевна! Маргарита Сергеевна, это откраски у вас. Вы надышались, вот вас и сморило. Я-то привычный. Простите, я не хотела вас напугать. Рита не могла понять, что с ней происходит. В последние две недели она чувствовала себя очень плохо. Прошла обследование. Врачи в один голос говорили, что женщина совершенно здорова. Но у Риты все время кружилась голова, болело сердце. А еще ей казалось, что она занимается любовью со строителем, который делал у них ремонт. От знакомых Рита узнала про бабушку и решила посоветоваться с ней. Расскажи о себе. Я замужем, уже давно. Живем мы с Игорем нормально, даже хорошо. Дочка есть, Катюша, учится в институте в другом городе. Работаешь где? Я не работаю, домохозяйка. Игорь, он любит, чтобы в доме все было идеально, и поэтому уговорил меня бросить работу. Встань. Из-за мужа хворь твоя. Из-за Игоря? Да нет, этого не может быть. Мы очень хорошо живем, не ссоримся. Скажи ему, пусть долг отдат. Да поскорей. От этого в ваш дом беда пришла. Долг? Да, да, я все поняла. Мы же делаем ремонт в бабушкиной квартире и наняли мастера. Он давно требует расчета, а Игорь тянет почему-то. Нет, он у меня хороший, ну просто прижимистый. Рита так и не решилась рассказать бабушке про свои видения. Ну а раз поняла, ступай. Да поспеши. Хорошо, спасибо. Рита не знала, как начать разговор с мужем. Но она дала себе слово уговорить Игоря рассчитаться со строителем. Женщина надеялась, что после того, как отдаст долг, видения прекратятся. Чем занимаешься? Да, ты не представляешь, я такую замечательную программу скачал через интернет. Называется «Домашний эконом». Кстати, очень удобная программа. А ты меня совсем не слышишь? Очень интересно. Слушай, ты знаешь, я была в бабушкиной квартире. Ремонт уже почти закончен. Осталось только доделать ванную. А давай мы рассчитаемся с мастером, а? Ну, он на тебя окучивает, крохобор. Нет, ну ведь он же заработал эти деньги. У него мама болеет, ему срочно нужно. Слушай, достал меня этот мастер своим ночьем. Вот так достал. Урод. Ладно, давай на выходные заплатим. Ну, а почему не завтра? Ну, я допоздна работаю. Ну, подождет. Никуда не денется. Да давай я передам. Ну, ладно. А то все телефоны оборвет. Сколько надо? Двести. Вот. Пусть подавится. Но ведь здесь же половина. Вторую половину получит, когда сделает полностью работу. И это не обсуждается. Так ему скажи. После ухода мужа Рита сразу же поехала на квартиру, чтобы рассчитаться со строителем. Здесь не все. Да, это только половина. А остальные когда? Когда закончите ремонт, так муж сказал, извините. Ну, хорошо. Потом так потом. Может быть, чайку? Нет, спасибо. Мне пора. Маргарита Сергеевна, я вас очень прошу. Нет. Что я наделала? Риточка. Ты лучшая женщина на свете. Как же я мечтал о тебе. Пусти меня, пожалуйста. Ты правда этого хочешь? Да. Ладно, хорошо, иди. Но ты же все равно ко мне вернешься. Мы оба это понимаем. Рита была в ужасе от своего поступка. Она любила мужа, но при виде Алекса совершенно теряла волю. Чего там? Да, реклама салона красоты. Предлагают бесплатный маникюр, если сделаешь педикюр. Знаем мы это бесплатно. Им лишь бы тебя заманить, а потом содрать три шкуры. Не ведись. Прошло несколько дней. Рита страшно переживала то, что изменила мужу. Но она ничего не могла с собой поделать. Она очень хотела видеть Алекса. Рита решила все рассказать лучшей подруге Свете. Ой, привет, дорогая, привет. Это мне, да? Спасибо тебе большое. Ну, рассказывай, что за срочность? У меня к тебе просьба. Необычная. Ну, чего ты тянешь кататься за хвост? Говори уже. Прикрой меня завтра. Ну, если Игорь позвонит, скажи, что я была у тебя. Ну, ты даешь, подруга. Колись, что случилось? Да ничего, я просто хотела пройтись по магазинам. Игорь же это не любит, ты знаешь. Угу. Не зачет. А теперь правду давай. У меня появился любовник. Ого. Вот это круто. Ну, рассказывай давай. Это что рассказывать? Изменила мужу первый раз в жизни. У меня уже крыша едет от этих переживаний. Ну, да, это понятно. Ну, и что ты дальше собралась делать? Ну, закончить все. Завтра поеду и скажу, что все это было ошибкой. Ну, да. Подожди, это ты сейчас про любовника говоришь? Ну, естественно. На следующий день Рита поехала на квартиру. Она твердо решила порвать с Алексом. Я пришла, чтобы поговорить. Выслушай меня, пожалуйста. Только не перебивай. Говори. Все, что между нами произошло, это ошибка. Давай все забудем и сделаем вид, что ничего не было. Так я и знал. Ладно, хорошо. Спасибо. Только поцелуй меня на прощание. Прошла неделя. Рита встречалась с Алексом каждый день. Она ненавидела себя за это, но ничего не могла поделать. Ее тянуло к Алексу словно магнитом. Рита решила все рассказать бабушке. Женщина надеялась, что бабушка поможет избавиться от внезапной страсти. Я никогда мужу не изменяла. Даже мыслей таких не было. Я не понимаю, что со мной происходит. Но рядом с Алексом я... Я все забываю. Становлюсь одержимой. Меня тянет к нему каждый день, каждую секунду. Я не знаю, как мне жить дальше. Твой муж отдал ему долг? Да. Но не весь, половину. Подойди сюда. Обмороки продолжаются? Нет, вы знаете, я чувствую себя замечательно. Деньги муж передавал? Нет, я. У Алексу срочно нужны были деньги, поэтому я принесла. Алекс тебя попросил. Да. Ясно. Теперь слушай. Есть такая примета. Если хозяйка сама отдаст мастеру деньги, то вместе с деньгами и сердце ему отдаст. Нет, Алекс знал о примете и устроил так, чтобы ты ему деньги отдала. Но не от того, что полюбила, а от того, что злобу на твоего мужа имеет. Отомстить обидчику своему задумал. А что же мне теперь делать? Не все так просто. Вижу, злоба из сердца Алекса ушла. Теперь там любовь. Любит он тебя. По-настоящему любит. Потому все против него оборачивается. Потому и обмороки твои прекратились. Чем тебе лучше, тем ему хуже. Я не понимаю. Хочешь ты его по гибели? Да не за что. Тогда расстанься с ним тот час. Не сделаешь этого, он умрет. Разве такое может быть? Не могу в это поверить. Мне нечего больше тебе сказать. Аня, проводи. Пойдемте. Бабушка вам больше ничего не скажет. Рите непросто было принять пророчество бабушке. Но она все же поверила ей. И решила спасти Алекса. Да, Игорь. Все, я скоро буду. Сейчас в магазин за продуктами заскочу. И сразу домой. Пока. Рита дала себе клятву, что больше не будет встречаться с Алексом. Но никак не могла решиться сказать ему об этом. Я люблю тебя. Знаю. Я все знаю. Ты о чем? Я была у пророчицы, и она все рассказала. Не понимаю. Ты же знал про примету. Я понимаю, ты решила отомстить моему жадному мужу. Я не оправдываю его, но ты... Что за ерунда? Ты о чем? Ты же знал про примету, что если я отдам тебе деньги за ремонт, то влюблюсь. Присохну. Что за бред? Ты сама-то в это веришь? Я не верю. Я знаю. Мне ясновидящая все рассказала. Муж не отдавал тебе денег, и ты решил ему отомстить. Ну да, это правда. Я не думал, что так все получится. Прости. Хотел сначала отомстить, но потом... Потом полюбил по-настоящему. И это я знаю. Ну и что же нам теперь делать? Я отдам тебе оставшиеся деньги, и ты уедешь. Исчезнешь из моей жизни. Я не могу. Я люблю тебя. Я тоже тебя люблю, но... Если мы останемся вместе, ты умрешь. Расплата будет страшной. Это тебе тоже пророчица рассказала, да? Да. И не сомневайся, так и будет. А я хочу, чтобы ты жил. Единственная возможность спасти тебя, это расстаться. В этот же день Рита решила поговорить с мужем. Мастер закончил ремонт, надо бы с ним рассчитаться. Перебьется. Ну как, мы же не все деньги ему отдали. Он этого не заработал. Я вчера лично проверил ремонт на квартире. Халтура. Я бы лучше сделал. Что? А по-моему, вполне хороший ремонт. Много ты в ремонтах понимаешь. Я сказал. Плохо сделал, значит, плохо сделал. То есть ты не дашь денег? Нет. И все, давай на этом разговоры все закончим. Я дал мастеру два дня, чтобы выметался. Иначе вызову полицию. Чтобы Алекс поскорее уехал, Рита попросила денег в долг у подруги. Привет. Привет, Свет. Ну что, дашь денег? Ой, да ты понимаешь, сто тысяч сумма-то немаленькая. Как ты отдавать-то собираешься? Не знаю, но... Я обязательно отдам. Золото продам, если что. У меня другое предложение. Я дам тебе денег без отдачи. Ну, ты за это бросишь Игоря. Что? Ты не ослышалась. Ну, а что, я Игоря уже очень давно люблю. Будем считать, что я покупаю себе счастье. Сделка-то выгодная. Решайся. Ты сумасшедшая. Ну, не больше, чем ты. Нет, Свет, я... Я не могу. Надумаешь, позвони. На следующий день Рита пришла к Алексу. Выглядел Алекс очень плохо. Как ты себя чувствуешь? Отлично, особенно, когда ты рядом. Подожди, да у тебя же жар. Ерунда, иди ко мне. Да подожди, стоим. Между нами больше ничего не будет. Не говори так. Я умру без тебя. Ты умрешь со мной, в этом-то и беда. Мне все равно. Алекс, что такое? Все хорошо. Иди, приляг, пожалуйста. Я сейчас подойду. Буквально секундочку. Свет. Я согласна. Света принесла деньги. Рита сразу же бросилась к Алексу. Она надеялась, что успеет спасти любимого. Ты пришла. Я пришла, чтобы спасти тебя. Я принесла деньги за ремонт. Держи. Они мне не нужны. Ты должен взять деньги и уехать. Иначе ты сам все знаешь. Тебе нужно немедленно уехать. Времени совсем не осталось. Только так ты сможешь поправиться. И не спорь со мной. Ладно. Ладно, хорошо. Я уеду. Алекс, Алекс. Алло, скорая? Молодому человеку плохо. Рита, ты же сказал, что к дочери поехала. Колесо у машины прокололо, вот и не поехала. Рита, ты все не так поняла. Я могу все объяснить, Анна. Да я все так поняла. Я только вещи соберу и уйду. Она сама на меня накинулась. И я ничего не смог сделать. Это глупо произошло. Я люблю тебя. Но я тебе обещаю, что такого больше никогда в жизни не повторится. Поверь мне. Ну, давай я возьму отпуск, а мы поедем с тобой на юг. Рита, так нельзя. Ты сама не знаешь, что сейчас делаешь. Ну, куда ты сейчас пойдешь? Живу пока в бабушкиной квартире. Не зря же мы там делали ремонт. Прощай. И провожать меня не надо. Алекс прошел полное обследование. Врачи не обнаружили у молодого человека никаких болезней. Но с каждым днем Алексу становилось все хуже. Рита снова приехала к бабушке. Умоляю, спасите Алекса. Он в больнице умирает. Врачи ничего не могут сделать. Скажите, ему можно помочь? Почему ты не рассталась с ним сразу, как я велела? Не знаю. Так получилось. Я люблю его, понимаете? Спасите его. Ну, неужели ничего нельзя сделать? Боюсь, время упущено. Теперь беды не миновать. Ну, вы же все можете. Сделайте что-нибудь. Я попробую. Аня, принеси мне воду. Напои его этой водой. И это поможет? Мало надежды, но другой нет. Вода эта смоет с него всю любовь. И он знать тебя не захочет. Алекс меня разлюбит? Да. Алекса выписали из больницы. Врачи так и не смогли найти у него никакого заболевания. Риточка. Любимая. Прости. Бабушка говорит, замужняя женщина деньги за ремонт отдавать не должна. Расплачиваться со строителем должен только хозяин. Если отдаст, может влюбиться в строителя и жизнь свою разрушить. Алекс это знал. Он специально попросил Риту принести ему деньги. Сначала Алекс просто хотел отомстить мужу Риты за жадность. Но потом сам любился в Риту. И его зло против него самого обернулось. Рита не успела спасти любимого. Через месяц Алекс умер. Муж Риты сошелся со Светой. Рита уехала к дочери. После всего, что с ней случилось, она не могла больше оставаться в этом городе. Рита уехала к дочери.